Дорогая Церковь! Дорогая Церковь! И я, пользуясь возможностью, дорогая Церковь, хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас, кто поддерживал в молитве и наш район. Потому что было очень много больных, братьев, сестер, молодые семьи и детки маленькие. И с Божьей помощью почти все уже вернулись домой. Кто-то, может быть, продолжает курс лечения дома, но почти все из района уже дома. Буквально там несколько человек еще в больнице находятся. И хотел бы еще и еще попросить вас, чтобы вы в своих молитвах вспоминали, особенно молодые семьи, там, где маленькие детки, но и также вспоминали и всех братьев и сестер из нашей Церкви, кто находится в больнице, кто переживает эту болезнь. Но я верю, Господь поможет нам пройти вот это время, и мы вместе воздадим Ему хвалу и славу. И в жизнь нашу, в жизнь человека приходят разные обстоятельства. И порой эти обстоятельства, они как-то влияют на наше размышление. И порой человека окружают какие-то такие события. В жизни обстоятельства порой так теснят, что у человека что-то внутри и может пошатнуться. Пошатнуться может вера в Божью любовь. Человека порой окружат такие ситуации, такие обстоятельства, что где-то, может быть, частично, где-то в глубине сердца человек может подумать, может, как-то уже Господь меня не так и любит. Может, кого-то сильнее, но что-то в моей жизни не так, и вот то случилось, и то. И человек как-то уже начинает сомневаться. Но я вам скажу, что это мы так можем поступать, но никакие обстоятельства, никакие жизненные ситуации не могут изменить Божью любовь. Ничто в нашей жизни, никакие обстоятельства не могут повлиять на Божью любовь к нам, братья и сестры. И что бы в жизни человека не было, но Божья любовь, она остается великой, сильной. И когда ребенок маленький просит у отца что-то, но родители порой не дают, отец может что-то не дать сыну или дочери. И не по той причине, что отец не любит своего ребенка, но по той причине, что отец видит, что то или иное, что просит ребенок, оно может как-то повлиять или принести какую-то рану причинить, какой-то ущерб принести. И по этой причине. Но ребенок об этом не знает, он не может все знать. Но отец не дает что-то по той причине, что он видит наперед, что то или иное, что просит ребенок, не принесет блага. Но наоборот может принести какой-то урон. Братья и сестры, и всякие обстоятельства, которые нас окружают, и которые нас стеснят, не говорит о том, что Божья любовь, она как-то сократилась относительно нас. Но Божья любовь, она велика. И мы до конца не можем ее постичь, не можем до конца понять Божью любовь. И по этой причине апостол Павел, когда обращался к церкви в Ефесе, он молился за них. И эта молитва, она записана в третьей главе. Давайте мы вместе с вами прочитаем послание к Ефесианам. Третья глава, 14 стих и ниже. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Дорогая Церковь, я бы хотел сегодня вместе с вами порассуждать об этой великой Божьей любви, об этой любви, которую нам, человеческим разумом, невозможно полностью постичь, человеческим разумом невозможно полностью понять. И здесь вот апостол Павел, он говорит, что я преклоняю колени, что я прошу, чтобы нам понять вот эту Божью любовь. Природа Бога – это любовь. Бог есть любовь. И так как мы сотворены по образу и подобию Божьему, нам также дана вот эта частица. Мы тоже можем любить, братья и сестры, но мы можем любить отчасти. Наша человеческая любовь, она отличается от Божьей любви. Мы любим человека, ближних, мы любим нашей семье, родных, близких, но как раз-таки какие-то обстоятельства, какие-то поступки относительно нас, они могут повлиять на нашу любовь. Нам могут что-то сказать, и что-то такое не по-нашему, оскорбительное, и наша любовь, она уже как-то может измениться. А если что-то относительно нас такое сделать, какой-то грубый поступок, если приложить какую-то физическую силу, то наша любовь, она может как-то тоже пошатнуться, измениться. Но, братья и сестры, любовь Иисуса Христа, любовь Божья, она не такая, она чистая, она святая, она непоколебимая, она вечная. И Иисус Христос, когда был на этой земле, и мы не так давно вспоминали эти события, когда перед страданиями и во время страдания Иисуса Христа Ему говорили разные слова, но эта любовь, она продолжала любить. Его также, Его били, Ему причиняли боль, но эта любовь, она продолжала дальше любить. Ему плевали в лицо, но Божья любовь, она продолжала любить. Эту любовь распили на кресте, но, будучи там, на кресте, эта любовь, она продолжала любить, братья и сестры. И Иисус Христос воскрес для того, чтобы и дальше проявлять свою любовь и любить каждого из нас. И мы не можем понять нашим человеческим разумом, мы не можем своими рассуждениями постичь, какова она, Божья любовь, но только Дух Святой, Он может в Дух наш вложить вот это понимание, дать прочувствовать вот эту Божью любовь. И хотел бы на одном примере, который записан в Евангелии от Матфея, эта притча, рассмотреть и немножко коснуться вот этой Божьей любви, вот эту одну из сторон Божьей любви. Давайте вместе с вами прочитаем, откроем Евангелие от Матфея, 13 глава, и вначале прочитаем 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле». Братья и сестры, притча – это рассказ о земных каких-то вещах, о земных каких-то делах, но которая открывает нам очень большие или вечные, духовные, небесные вещи или духовные ценности. И человек, который нашел вот это поле, это никто иной, я твердо верю, что это Иисус Христос. И поле, на котором этот человек нашел вот это сокровище, это весь мир, все люди на этой земле. А вот это сокровище, которое было спрятано на этом поле, – это божьи люди, спрятаны в этом мире, это божий народ. И когда человек нашел вот это, обнаружил вот это сокровище, он очень интересно поступил. Он пошел и купил все поле. Здесь не говорится, что этот человек был агроном, фермер, и не делается ударение, что ему нужна была земля. В этой притче говорится, что он нашел сокровище, но ему пришлось купить все поле для того, чтобы на этом поле приобрести вот это сокровище. И цена, которая стоила вот это поле, была очень высока. Ему пришлось заплатить очень великую цену для того, чтобы приобрести вот это поле. И написано, что он пошел и продал все, что у него было. И в нашей жизни мы встречаем такие ситуации, когда люди, они имеют какую-то огромную нужду, какая-то, может, болезнь, и нужно очень много денег на лечение. И люди в такой ситуации продают все, что у них есть. Продают, бывает, жилье, автомобиль. И, может быть, по сравнению с другими людьми, очень богатыми, эта сумма, она, может, не очень и велика, но для этих людей это очень великая сумма. Это сумма всего, что у них было. Больше у них ничего нет. И этот человек, для того, чтобы купить вот это поле, он как раз-таки отдал все, продал все, что у него было. Была заплачена самая великая цена за это поле. И в Евангелии от Иоанна всем нам есть известные такие строки, стих, который мы все знаем на память. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы и всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил вот этот мир и отдал Сына Своего. Это была вот та самая великая цена, которую мог заплатить наш Небесный Отец для того, чтобы купить весь этот мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как раз-таки вот этот всякий верующий, это и есть то сокровище, спрятанное на этом поле. И послание к Титу хотел бы вместе с вами прочитать во второй главе, 14 стихом, говорятся такие слова, «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный, к добрым делам». Вот это и было. Вот та великая цена заплаченная для того, чтобы купить вот это сокровище, вот этот народ особый. Вот это и является, это сокровище. Это народ Божий в этом мире. И хотел бы дальше также порассуждать об этой Божьей любви и Евангелии от Матфея в этой же главе, только два стиха ниже, говорится дальше, 45 и 46 стих. Дальше говорится об этой непостижимой человеческим разумом, не до конца нам понятной нашим разумением, нашим умом Божью любовь. И давайте дальше прочитаем 45 и 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Братья и сестры, первая притча, она говорила о сокровище, спрятанном в поле. А вторая притча, она говорит о жемчужине. И моя пробость, мое рассуждение, оно о Божьей любви, о непостижимой, непонятной Божьей любви. И первая притча нам говорила, что Бог, Он любит всех людей, всех людей, которые поверили в Иисуса Христа. Но вторая притча, она говорит, что Бог любит каждого отдельно, что Бог любит каждого нас как личность, как часть этого большого мира. И вот этот купец, который нашел вот эту жемчужину, он не был каким-то таким туристом, который просто проходился, прогуливался, но купец, это был человек, профессионал в своем деле, он знал, он знал толк, он знал цену вот этих жемчужин, вот этих драгоценностей. Но когда он увидел вот эту жемчужину, он поступил очень интересно, он понял, что он хочет купить эту жемчужину и пошел и продал все, что у него было. И мы видим, что цена, которую вот этот купец заплатил за вот эту жемчужину, она одинаковая. Та же, которую и человек заплатил за поле, на котором находилось сокровище. И в чем здесь величие Божьей любви? И в чем непостижимость нашим человеческим разумом? То, что цена была заплачена одинаково за все поле, на котором находилось сокровище, множество сокровища, как обычно, оно состоит из многих предметов. И цена была заплачена одинаково и за одну жемчужину. Братья и сестры, это говорит о том, что Божья любовь настолько велика, что если бы на всей земле все люди были святые и никто не нуждался в спасении, но только я или ты были грешны и нуждались в спасении, то ради меня или тебя одного Иисус бы оставил небеса, оставил бы престол и пришел на эту землю для того, чтобы заплатить эту великую цену за тебя и меня. Вот в этом и является до конца нами непостижимая, непонятная нашему разумению и любовь Божья. Цена была заплачена одинаковая за все поле, за все то сокровище, и цена была заплачена такая же одинаковая за ту одну жемчужину, которую нашел купец. И я хотел бы для нашего такого назидания или какого-то такого большего пояснения рассказать такой случай, такую ситуацию из моей жизни. Когда я был совсем молод, хотя я себя еще отношу к ранней молодежи, но когда я был совсем юный, мы группой принимали участие в летней воскресной школе, мы проводили пение, прославление, и, как и все молодые люди, подвержены таким атакам, посещают какие-то мысли. Знаете, в жизни может не все как мы напланировали молодые получается. И тоже Бог видел, что где-то внутри сердца что-то есть такое, какая-то такая неуверенность может быть. Я всегда верил в Божью любовь, но, может быть, я как-то сравнивал, глядя на других, что, может быть, Божья любовь кому-то больше протянута, ко мне может быть не так. Знаете, я из своих друзей, сверстников, всегда выделялся, все были минимум на полголовы или на голову выше. Я был ниже всех и, может быть, поэтому я всегда был впереди, меня выпускали вперед из-за того, что я по жизни, может быть, из-за этого был впереди. И вот посещали такие мысли, братья и сестры. И однажды просто была такая группа совсем маленьких детей и приехал Владимир Якубович с фильмом. Просто вот проездом был и он в 11 утра приехал, расставил свой вот этот проектор, экран и просто давай быстренько на ходу показывать фильм. Собрал всех детей показывать фильм про одну молодую девушку, которая родилась без рук. И показывают, интервью берут у нее, как она живет и она делится, что я вот мечтаю, чтобы в моей жизни все устроилось, я мечтаю выйти замуж. И мы сидим, и я сижу, и у меня такие мысли посещают. У меня с Владимиром такие дружеские, хорошие отношения. Думаю, ну Владимир, ты точно не бодрствовешь. Тут дети в мяч научились играть до конца, хорошо. Вот, они всего этого не поймут, не понимают. И я так сидел, дальше смотрел этот фильм со своими такими рассуждениями. Но когда в этом фильме начали показывать сюжет, когда эта молодая девушка стоит в белом платье, и рядом с ней стоит прекрасный молодой человек, полноценный, здоровый молодой человек. Я так удивился, но я удивился. И момент такой настал, когда этот молодой парень взял обручальное кольцо и одел ей на палец на правой ноге. Мне сразу стало так непонятно. Думаю, маленькие дети точно, может, этого не поймут. Но в этот момент я стал понимать, что это очень нужно мне, что Владимир очень сильно бодрствует, и он знает, что делает. Очень сильно в этом фильме была показана великая Божья любовь, проявленная к человеку. Когда эта молодая девушка родилась, она полностью могла по всем правилам могла считать, что она как-то лишена чего-то, что Божья любовь она как-то частично обошла ее. Все люди на земле на планете, они родились с руками, они родились с ногами, у них все хорошо. Но почему-то я родилась без рук, почему-то я должна как-то лишиться чего-то в жизни. Но я в этом примере увидел, что относительно ее Божья любовь, она никак не умалилась. Божья любовь, она никак не сократилась. Никто и ничто не может отделить вас от любви Божьей. И я понял, что вот этот фильм, вот этот отрывок, он очень сильно проговорил в мое сердце и показал пример, насколько велика Божья любовь, насколько ничто не может, никакие обстоятельства жизни не могут нас отделить от Божьей любви. И, братья и сестры, я бы хотел призвать, чтобы мы никогда в нашей жизни, чтобы нас не окружало, хотя может быть, когда у нас в жизни все хорошо, легко говорить, но какие бы обстоятельства не были в нашей жизни, чтобы мы никогда не говорили в нашу жизнь как-то негативно, или на себя, чтобы мы не говорили как-то негативно, что мы какие-то не такие, что у нас в жизни что-то не получается, что может быть наша работа, наши заработки какие-то не такие, или может какие-то еще другие обстоятельства. Я хотел бы призвать каждого из нас, чтобы мы посмотрели, насколько Бог возлюбил нас и какую великую цену заплатил за нас, и чтобы мы никогда не говорили про себя негативного. И Еремия в 31-й голове записаны такие слова. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Слава Господу, братья и сестры, за эту великую любовь Божью в нашей жизни. И хотел бы буквально вкратце заметить и подчеркнуть, какая все-таки была заплачена цена вот этим человеком, который нашел вот это поле, какая была заплачена цена вот этим купцом, который нашел вот эту жемчужину, чего стоило вот это поле и вот эта жемчужина этим людям. И 1 Петра, 1 глава, записаны такие слова, это 18-19 стих. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца». И Исайя 53 глава также говорит, «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу, зная то, что за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем». Братья и сестры, это вот та великая цена, которую заплатил Иисус Христос, та великая цена, которую отдал наш Небесный Отец для того, чтобы приобрести каждого из нас. Только кровь Иисуса Христа могла спасти нас и смыть наши грехи. Это та великая цена, которую заплатил наш Господь Иисус за каждого из нас. И в эти последние времена, когда, может быть, нам не совсем просто и не совсем легко, может быть, кто-то находится в очень тяжелых обстоятельствах на этом месте, может быть, кто-то, кто присоединился к нашему служению в прямой трансляции и также слушает наше служение, может быть, у вас очень серьезная ситуация, и вы не понимаете, почему все так, для чего это в вашу жизнь. Но я хотел бы призвать вас, чтобы в вашем сердце никак не пошатнулась вера и уверенность в Божью любовь, чтобы мы твердо верили, что во всех обстоятельствах жизни Его любовь, она все равно велика, Его любовь, она с нами, она в нашей жизни, и пусть Господь поможет нам пройти все в нашей жизни, подкрепит наши силы. Потому что не так давно даже здесь, на разборе, пасторе, он приводил такой пример, что у одного брата была очень серьезная ситуация в жизни, очень все так, ему было тяжело, и он попал на молитву, и Бог, он через своего сосуда, через своего служителя, просто сказал одно слово, «Сын мой!» И этот человек так сильно успокоился, просто пришло успокоение. Братья и сестры, у нас в жизни могут нас окружать очень серьезные обстоятельства, но нам гораздо станет легче и поможет нам их пройти, когда мы по-настоящему в Духе Святом прочувствуем, что ничто в нашей жизни не может нас отделить от любви Божьей, что любовь Божья, она все равно очень велика к нам, что любовь Божья, она сильна в нашей жизни, что никакие обстоятельства не изменили в нашей жизни любви Его. Нам станет гораздо легче проходить те или иные трудности. И мы сейчас, братья и сестры, будем склонять колени и приходить в молитве перед нашим Господом. Давайте мы попросим благословения на все это служение, поблагодарим нашего Господа за ту великую любовь, которую явил Он нашей жизни. И также будем вспоминать и вспомним в этой молитве братьев и сестер, которых еще нет с нами здесь. Давайте мы преклоним наши колени и прославим нашего Господа. Продолжение следует... Кроме того, честное слово, что верно меня ждет за восхитые руки, уже якобы 19-го сходя и сходя в этой горе. Урагусь, которые против его не Продолжение следует... 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 Аминь.